В Иркутской области, переживающей самое масштабное за последние 100 лет наводнения, число погибших достигло 12 человек. Судьба еще 9, в том числе одного ребенка, пока неизвестна. Затоплены огромные территории. В зоне стихийного бедствия оказались десятки тысяч жителей. К борьбе с мощным паводком помимо спасателей также подключились военные и волонтеры. Больше других пострадал город Тулун, где многие дома затопило по самую крышу, либо вообще унесло водой. И только по столбам можно догадаться, где раньше были улицы. Сейчас к нам присоединяется Светлана Гордеева. Она следит за ситуацией в зоне паводка света. Что сейчас там происходит? Приходит сообщение, что вода пошла на спад. Да, Лен, уровень воды сегодня начал снижаться. Но проблема в том, что вода уходит вниз по течению, заливает новые территории. Так что к этому часу в зоне бедствия уже 83 населенных пункта подтопило около 7 тысяч домов, в которых проживали 32 тысячи человек. В четырех десятках городов и сел до сих пор нет электроэнергии. Самая сложная ситуация в городе Тулун, население которого 40 тысяч человек, большую часть города стихии разрушила всего за сутки. Под этой ровной гладью воды сейчас скрываются дома, дачи, автовокзалы, несколько школ, затопилые бензоколонки, в результате чего образовалось нефтяное пятно. Сотрудники МЧС круглосуточно делают обходы, на лодках проверяют дома, эвакуируют жителей и животных. Кинологи-добровольцы спасают собак и собирают их в один питомник. К спасательным работам скоро присоединятся волонтеры, которые сегодня вылетели из Москвы. Одна из крупных проблем сейчас сообщение между городами. Два дня назад вода, поднявшись до 14 метров при критической отметке в 7, затопила 6 километров федеральной трассы Р-255 Сибирь. В зоне паводка оказались и уличная дорожная сеть города Тулуна, а также 6 мостов. В настоящее время восстановлено движение по мосту через реку Азейка. Это позволило соединить город Иркутск с центральной частью города Тулуна. Тем самым обеспечен подвоз гуманитарной помощи, работа специальной дорожной техники, при очистке уличной дорожной сети города Тулуна от мусора, завалов и остатков домов. Несмотря на то, что вода немного спала, дорожное полотно по-прежнему затоплено. Глубина 2 метра, так что транзитное движение до сих пор не восстановлено. Многокилометровые пробки образовались по обеим сторонам участка, чтобы хоть как-то решить проблему. Росавтодор временно ограничил движение больших грузов на территории всего региона. В городе удалось наладить сообщения. В некоторых районах, в частности, людей, группами на автобусах везут паспорт на визоводел, где за полчаса оформляют новые документы взамен потерянных. Я теряла и паспорт, и утонуло все. А в каком районе? Дом утонул и дача. А в каком районе? Дача сплавщик. Ага, дом уплыла? Дом уплыл, и все документы уплыли. Владимир Путин поручил министру обороны подключить к борьбе с паводком армию. В район чрезвычайной ситуации направлено около тысячи военнослужащих. 300 единиц военной, спецтехники, самолет и несколько вертолетов. Военные будут проводить расчистку территории, мониторить биологическую обстановку, оказывать медицинскую помощь и эвакуировать пострадавших. Вертолетами управляют летчики первого класса, которые обучены забирать людей на борт прямо с крыш домов. Да, Света, ну и продолжая тему, помощь пострадавшим сегодня Дмитрий Медведев в Москве обсудил на совещании с вице-премьерами. Он отметил, что для начала выплат из резервного фонда выделено 662 миллиона рублей. Эти средства уже поступили в область. Премьер призвал проследить, чтобы деньги дошли до адресата. Ну а глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка Виталий Мутко отметил, что первые выплаты уже начались. Мы сейчас договорились о последовательности действий. Сегодня первая – это выдача временной такой разовой поддержки, помощи. Она развернута, но вот мы договорились с утра, что к концу дня эта работа будет усилена, потому что на сегодняшний день пока адресная помощь около 300 семей получила. И мы договорились, что около 3000 человек до конца дня такую помощь получат. Сейчас в списке, подтвержденных в списке, 8,5 тысяч граждан, которые должны будут получить эту помощь. В доклад о ликвидации последствий паводка правительства готовится представить президенту 3 июля. Свет, ну а очевидно, что ущерб еще трудно полностью подсчитать. Но все-таки как помогают людям справиться с бедой? Ведь многие потеряли все – имущество, документы. Игорь, пострадавшие эвакуированы в пункты временного размещения, где им выдают все необходимое – гуманитарную помощь, собранную неравнодушными жителями региона, а также Русской Православной Церковью. Медики работают в круглосуточном режиме, чтобы не допустить распространения инфекций в этих непростых для людей условиях. Роспотребнадзор отправил в область вакцины против гепатита, брюшного тифа, дизентерия. Вообще лекарства и продукты – это сейчас самое необходимое для пострадавших. В магазинах в зоне чрезвычайной ситуации заканчиваются питьевая вода, хлеб, соль и спички. Владимир Путин поручил ФАС и МВД проконтролировать цены на товары первой необходимости, чтобы не дать спекулянтам наживаться на горе людей. Да, Света, спасибо. За твой подробный рассказ. Светлана Гордеева с последней информацией о наводнении в Иркутской области.